Здравствуйте! В эфире новости на телеканале КОКЩЕ. В студии работы Джамал Габдулина Сурдоперевод представляет Тамара Шевченко. И к началу выпуска коротко о самом важном. На сегодняшний день 17 районов Ахмолинской области обеспечивают продовольствием главный город страны. Подробнее об этом через несколько минут в материале Анны Бесенбаевой. В городе Степногорск успешно реализуется программа развития малого и среднего бизнеса. О том, какие предприятия и как развиваются, смотрите буквально через несколько минут. В городе Макис, Блондынского района, жители нескольких домов страдают от слабого отопления. Об этом подробнее через несколько минут расскажу вам я, Дусултан Ибраев. Туркестан. Золотая колыбель тюркского мира. В прошлом году городу был присвоен новый статус. Туркестан и развитие этого региона всегда в центре внимания Ельбаса. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой. В данный город в ходе визита Ельбаса ознакомился с планами строительства культурно-просветительских объектов города. Как известно, в прошлом году указом первого президента Нурсултана Назарбаева Туркестану был присвоен статус областного центра. Это стало началом новой истории города. Сейчас он превратился в большую строительную площадку. Здесь, в городе, ведется строительство около 30 объектов, из которых многие близки к завершению. Первому президенту были представлены крупные проекты. Вся история тюркского мира здесь по этажам будет. Туркестан должен развиваться в гармонии, не нарушая своего исторического облика. Необходимо улучшить туристический потенциал древнего города, так как до этого для туристов не были созданы благоприятные условия на должном уровне. Принимаются меры, чтобы гости, которые приехали на 3 часа, оставались на 3-4 дня. В городе развиваются цифровые технологии в соответствии с проектом умного города. Также в древнем городе Центральной Азии много историко-археологических раскопок, которые учтены в генеральном плане. Сейчас идет реконструкция одного из первых городских поселений – городища Культобе. Проект запланирован на три года. Древний город расположен у мавзолея Хаджа Ахмеда Ясауи. Должен стать археологическим парком под открытым небом. Тут был город уже в VI веке. Не зря Туркестан был столицей. Не зря Ясауи поселился тут. Известно, что эта земля с древнейших времен стала центром притяжения для людей. Потенциал дальнейшего развития города очень высок. Городище Культобе оставалось без внимания до обретения независимости. Он лежал в руинах. После получения независимости были проведены раскопки. Наряду с реконструкцией древнего города особое внимание было уделено социальной сфере. Отмечается, что в городе создаются все условия для качественного проживания. Каждый день мы видим изменения. Город растет и развивается. Для людей строятся парки. Мы очень рады. Мы уверены, что в течение двух-трех лет облик города кардинально изменится. На сегодняшний день на территории, где расположен мавзолей, строятся амфитеатр, фонтаны, культурно-досуговые зоны и парки. Ельбаса посетил концерт, который прошел под открытым небом. Субтитры создавал DimaTorzok Затем первый президент посетил первую международную ярмарку ремесленников. В целом, в этом году в Туркестан прибыло более миллиона туристов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, плоды масштабных работ стали приносить свои результаты. По поручению Ельбасы, Туркестан должен стать городом не только областного значения, но и международного. С 2022 года планируется поднять вопрос строительства арендного жилья для молодежи в остальных регионах Казахстана. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурин Абая в ходе правительственного часа в Мажелисе. Сейчас в стране насчитывается 89 проектов, направленных на улучшение положения молодежи, из которых 13 полностью выполнены в этом году. Оставшиеся проекты будут завершены в ближайшие два года. На реализацию дорожной карты по проведению года молодежи из республиканского бюджета на три года предусмотрено более 292 миллиардов тенге. Из них 85 миллиардов тенге запланированы на этот год. Как видите, проекты полностью обеспечены финансами. На правительственном часе обсуждались и другие вопросы, касающиеся молодежи. Первое – это показатели обеспеченности жильем. В этом направлении запущена специальная программа для работающей молодежи. В ее рамках до конца года в аренду будут сданы 3000 квартир, а за три года запланировано 9000 квартир. Мы вносим предложение. Этот проект также будет реализован и в других больших крупных городах. Но надо рассчитать, есть ли необходимость выдавать там тысячи квартир. Безусловно, такая квартира будет хорошим импульсом для людей. Следующим вопросом, который был затронут, является трудоустройство молодежи. Сейчас одним из главных требований, предъявляемых на прием на работу, является наличие опыта. Для устранения этого барьера государство реализует специальный проект. Его примут на работу. Однако в течение шести месяцев зарплату будет платить государство. Это очень удобно для работодателя. В течение этих шести месяцев работодатель определится с кандидатом и может заключить с ним договор. У большинства есть вопрос, что будет с проектами, на которые были выделены большие средства по окончании года молодежи. Представители Нижней палаты подробно объяснили про запланированные программы. Год молодежи будет продолжен годом волонтера. Волонтеры – это та студенческая молодежь, у которой нет работы. Для того, чтобы проекты продолжались, дорожная карта была составлена на три года. Депутаты внесли предложение, чтобы волонтерам были предоставлены льготы при дальнейшем поступлении на учебу или трудоустройстве. В будущем этот вопрос будет рассматриваться с изучением опыта других стран. Состоялось очередное аппаратное совещание под председательством Акима Акмолинской области Ермека Мржахпаева. На заседании рассмотрены итоги уборочной кампании и экологическая обстановка в регионе. С площади 4,3 миллиона гектаров получено валового сбора зерна в объеме 5,1 миллиона тонн. При средней урожайности 1,7 центнеров гектаров. Больше половины поступившего зерна соответствуют третьему классу. Согласно отчету исполняющего обязанности руководителя управления сельского хозяйства Димаша Таласбаева, агропромышленный комплекс региона в полном объеме обеспечил свои потребности в зерне и семенах. Но Ермек Мржахпаев остановился и на недостатках в работе. Сдают районы, сдают там, где более-менее работа поставлена, сдают. А где не сдают, такое отношение с хостового производителя. Потому что мы же наличие хлеба-то знаем. Где-то права ущемляются наших с хостового производителя. Вот здесь личное участие и авторитет местных руководителей играет определенный роль. В отдельных районах наблюдается невыполнение планов, несоответствие срокам. А в Шалы не знают, куда сдавать, точку не дали. Куда возить? Готовы сдавать. Садахтау лично не хочет сдать, никто не принимает, вопросы есть. В ходе посевной кампании Аквольдский регион в основном использует элитные семена. В текущем году сельхозтоваропроизводителями области засеяны 39,6 тысяч тонн элитных семян. На общей площади 360 тысяч гектар. Ермик Маржикпаев поручил пересмотреть работу и оказать помощь хозяйству. То есть у нас план 330 по прудкоопорации, завершим этот вопрос? 350. 350. Из них мы 150 сдали, еще надо 200 тысяч собрать. Объем большой, отрабатываем. Конечная цена на хлеб будет зависеть от этих объемов прудкоопорации. Валовый сбор картофеля составил 278 тысяч тонн. Овощей 58 тысяч. Это на уровне установленного показателя. Поручаем макеум районных городов, совместное управление с хозяйством, обеспечить сохрану зерна урожая 2019 года. Завершить работу по уборке мастических культур до 15 ноября. Завершить работу по завозу продовольственного семенового урожайного зерна, слову с хозпорприятием отгрузки товарного зерна на хлебприемные пункты. На совещании были обсуждены и вопросы экологической ситуации в области. Так, на сегодняшний день в 9 из 17 райцентров отсутствуют канализационные очистные сооружения. Легализация полигонов, твердых бытовых отходов, переработка и сортировка отходов производства являются на сегодня одними из самых острых вопросов. На прошлой неделе был проведен поиск совместно с Акиматом района и департаментом экологии. В соцсетях в СМИ была освещена работа, которая проводится Акиматами по ликвидации стихийных свалок. Министерство экологии посредством космосфердка мониторится и выявляется факт незаконного размещения отходов так называемой стихийной свалки. Акимобласти поручил управление природных ресурсов и регулирование природопользования. Совместно с Акимами районов и городов принять меры по оформлению полигонов твердых бытовых отходов, а также площадок для временного размещения отходов в селах, где отсутствуют полигоны ТБО. Нурсултан Ибраев, Асель Турар, Айжан Актаева, Боржан Смогулов, Жамбол Балтаев, Кукши Ахпарат. В областном центре прошла сельскохозяйственная ярмарка. В ней приняли участие представители сельхозтоваропроизводителей 9 районов и самого города Кукшатау. Было продано порядка 80 тонн товаров. Планируется, что 9 ноября, это ближайшая суббота, пройдет еще одна подобная ярмарка. В ней примут участие уже 8 районов региона. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки на сегодняшний день позволяют горожанам приобрести необходимые продукты питания по ценам ниже рыночных на 10-15%. С раннего утра кукшаталцы спешат на центральную площадь. На этот раз представители 9 районов стали участниками ярмарки. В Лапрот на порядка 80 тонн товаров. Это мясо, колбасные изделия, молочные продукты, мука и овощи. Мы регулируем цены, стараемся, чтобы цены были ниже рыночных. Допустим, цена мяса говядины не должна превышать 1500 тенге, конина 1700 тенге, картофель не более 70 тенге. Вот такие цены регулируются у нас. Ярмарки обеспечивают лояльную ценовую политику. Глава региона Ермик Маржакпаев посетил мероприятие и заострил внимание на качестве продуктов. По словам сельхозтоваропроизводителей, экологически чистый продукт всегда будет отличаться качеством. Такие ярмарки нужны, цены приемлемы. О ярмарке я узнал из СМИ. 9 ноября ожидается еще одна ярмарка. Хорошо бы, чтобы они были чаще. Ярмарка проходит хорошо, цены доступны, выгодны, особенно пенсионерам. Я всегда стараюсь приходить, но хотелось быть чаще, чтобы проводили такие мероприятия. Я участвую в ярмарке, цены для Кокштау и Астаны приемлемы. Мы продаем молодое мясо, ярмарки выгодны для народа. Доступны цены и большой ассортимент. То, что нужно городскому покупателю. Праздничная концертная программа дополнилась сельскохозяйственную ярмарку. Жамалка Абдулина, Библинар Кукурова, Василий Вережников, Кокще, Ахпарат. На сегодняшний день 17 районов Акмолинской области обеспечивают продовольствием главный город страны. По инициативе главы государства в регионе реализуется масштабный проект, который способствует росту производства и оказывает положительное влияние на восстановление экономики. Новые проекты исполняются в рамках программы «Дорожная карта-2021». Акмолинская область – лидирующая аграрно-индустриальный регион. Здесь ведется большая работа по созданию продовольственного пояса столицы. В соответствии с поручениями Эльбаса у нас в области проводится целенаправленная работа по обеспечению населения столицы основными видами продуктов питания. Так, по итогам 2018 года у нас область обеспечила потребность мяса и молочной продукции населения столицы на 34-33% соответственно. В пищевом яйце и картофеле более чем на 90%, в овощах на 30%. В рамках развития продовольственного пояса за 10 лет у нас реализовано 148 проектов на общую сумму 138 миллиардов тенге. Также у нас на сегодняшний день поставкой продукции занимается 128 предприятий на постоянной основе. Вся поставляемая продукция реализуется в 44 торговых точках. Это такие крупные маркеты «Магнум», «Метра», «Стагжан», «Рамстор» и рынки «Алем», «Шапогат» и «Врази». Жителям столицы требуется 280 тысяч тонн молочной продукции, но за 9 месяцев население было обеспечено 95 тысячами, что составляет 34%. Из 63 тысяч тонн местных продуктов, требуемых населению, доставлено 21 тысяча тонн, а это 33%. Яиц требуется 229 миллионов тонн, представлено 215 миллионов в процентном соотношении 94%. Из 83 тысяч тонн картофеля население обеспечено 66 тысячами тонн, то есть 80%. Потребность в овощах составляет 75 тысяч тонн, доставлено 18 тысяч или 25%. В целях развития торгово-логистической инфраструктуры создана сеть специализированных магазинов «Акмол», которые поставляют продукты питания непосредственно на рынок столицы без посредников. На сегодняшний день торговый дом «Акмол» представлен пятью магазинами в различных районах города Нур-Султан. Учредителями этого ТО, торговый дом «Акмол», стали Акционерное общество СПК «Айсиль» с долей участия 40% и 60% долей участия 10 товаропроизводителей нашей Акмолинской области, которые также реализуют свой товар, производимый свой товар в нашем магазине торговой дома сети «Акмол». Хотелось бы отметить, что в нашем магазине представлены товары таких крупных производителей, как торговый дом «Родина», продукция «ПК Ижевский», «ТО «Капитал Проджект» с торговой маркой «Курочка Ряба» и также представлены в магазине товар торгового дома «Жексы». В рамках дорожной карты до 2021 года планируется создание пяти ферм молочной продукции с более 7 тысячами голов крупного рогатого скота, а также увеличение площади орошаемых земель на 18 тысяч гектаров. Анель Бесенбаева, Ерду Гульдадьбас, Хоза Бауржан, Смогулов, Павел Соловьев, Алмаз Адвакасов, Кукщик, Парад. Одна из казахстанских компаний намерена добывать марганцевую руду в двух километрах от райцентра «Жакса». Местные жители высказали свое категоричное «нет». Они встретились с представителями компаний для открытого диалога. Местные жители Жаксинского района против добычи марганцевой руды. Аргументируют, что это опасно для окружающей среды. Свыше двух тонн природных минеральных образований марганца хранится в недрах этого региона. По плану добыча затянется на пять лет. После рудник будет закрыт. Но, предвидя последствия, сельчане опасаются за свое здоровье и в целом за экосистему. У меня здесь дети, внуки, завтра они будут болеть. И сейчас негде отдыхать летом. Нет рядом ни леса, ни открытых водоемов. Кто-то пополнит свои карманы, а мы останемся ни с чем. Марганец – очень тяжелый металл. Он накапливается в организме, он не выводится. Вообще марганец не выводится. Он при разработке, получается, когда разрабатывается пыль его, с водой в организм входит, с мясом, который скотина будет рядом пасти, с хлебом, который мы будем кушать, хлеб, который кушать будем. И вот есть такие исследования, что из ста женщин, которые в период беременности находились под водительством Марвана, 95-98 детей рождаются идиотами. По словам представителей компании, с открытием производства по добыче руды, экономика района получит хорошие инвестиции. На подготовку нужных специалистов на сегодняшний день направлено уже свыше 13 миллионов тенге. Наше производство экологично. Это и прибыль для экономики района. Для комплектации штатных сотрудников и их обучения уже направлено свыше 13 миллионов тенге. Мы купили месторождение у государства. Купили у холдинга «Самрук казна». Они закончили все поисковые работы, поставили на баланс государства, а потом продали нам. Сейчас спрос на марганец высок. Где нет марганца, там нет стали. Инвесторы заявляют, что марганцевая руда не так опасна, как многие думают. Наша съемочная группа будет следить за ситуацией на месторождении. В Акмалинской области успешно действуют государственные программы по развитию малого и среднего бизнеса. В регионе открываются новые предприятия при содействии фонда «Дому». Так, на карте индустриального флагмана региона Степногорска открылся второй филиал компании «Лимфоси». О том, какие в медицинском центре внедрены услуги и новшества, смотрите далее в сюжете. Первый филиал медицинского центра «Лимфоси» был открыт в прошлом году, а уже в нынешнем при поддержке фонда «Дому» реализуется второй проект. На сегодня в штате медучреждения 45 человек, из них 25 врачей. В день здесь обслуживают около 70 человек. В этом году нашим предприятием был получен кредит в Народном банке Казахстана в размере 180 миллионов тенге. По программе механизмы кредитования приоритетных отраслей, экономика простых вещей, этот проект фонда «Дому». По проекту фонда «Дому». Наша процентная ставка составила 6%, субсидирование фонда «Дому» 7,5%. Также фондам «Дому» было предоставлено гарантирование порядка 30 миллионов тенге по данному кредиту. Даниил Аркинаятов – исполнительный директор медицинского центра. Он окончил столичную медакадемию, свою карьеру начал в Петропавловской городской больнице, работал главным врачом станции скорой помощи в Кокшитау, затем заместителем начальника управления здравоохранения Акмолинской области. Даниил Арабаевич подробно рассказал о новшествах медучреждений. Данный проект – это как бы продолжение первого нашего медицинского центра. Мы здесь расширили свои медицинские услуги за счет внедрения современных, будем говорить, дефицитных услуг на медицинском рынке. Это МРТ-диагностика, это видеоэндоскопические исследования, это открытие центра амбулаторных хирургий, где будут проводиться амбулаторные операции и пластические операции. В этом году мы еще также планируем открыть свою клиническую лабораторию, где будут проводиться различные исследования. Гордость медицинского центра – аппарат ядерно-магнитно-резонансной томографии марки «Дженерал Электрик». Его мощность – полтора Тесла. Это один из современных и достоверных методов диагностики. Очень эффективный аппарат, потому что выявляет малейшую какую-либо патологию, включая в головном мозге, в спинном мозге, совсем какие-то маленькие грыжи, протрузии. Все это хорошо видно, визуализируется, все это мы описываем. Центр будет доснащаться. В планах войти в систему обязательного социального медстрахования, проводить бесплатные операции и лечение хирургических пациентов. Стоит отметить, что лимфосия – первая в области учреждения, где проводятся пластические операции. Только на прошлой неделе успешно завершены две операции по блефоропластике. Зарина Дюсикеева, Баужан Смогулов, Алмаз Адвокасов, Кокщак, Парат. И о других новостях региона. В городе Макинск Буландынского района жители нескольких домов страдают от слабого отопления. Температура в квартирах составляет 10-12 градусов, а в зимний период может снизиться до нуля. Жители опасаются, что если проблема не будет разрешена прямо сейчас, то зимой они просто-напросто замерзнут. Это жители домов номер 12, 14, 16 по улице Новая. В их домах уже три года, как нет нормального отопления. По их словам, инцидент начался с установки теплового насоса в соседнем 23-м доме. У нас, значит, стали батареи холодные и холодные. Теперь, внезапно, целый месяц мы думали, что система у нас забита. И с этой стороны мыли, и с той стороны мыли, и везде мыли. Теперь, значит, раз, и потух свет. Потух свет, у нас батареи почти горячие. Потом мы выявили, что где-то здесь стоит насос. И выявили, что вот эти вот в 23-м доме, это без всякого разрешения, без ничего подключили насос. Пенсионер Николай Франко заранее запасся углем. По его словам, осенью хоть как-то потапливает дом. А что будет зимой? За квартиру платим, и еще и печку хочется топить. Иначе дома холодно. Вот у нас примерно печка, то мы протопим, что ничего. А внизу, у Коли, вот внизу, печки нету, у него батареи ноль. Холодина не может. Даже в прошлом году проверяли, тоже это самое. Ноль показывают. Вот он идет и спит. В шапке лягает и спит. По словам представителей компетентных органов, многие жители домов и квартир по улице Новая самобольно установили теплонасосы, что в итоге привело к нарушению системы отопления. Во многих домах стоят насосы. По этой именно улице. Вся проблема только в этих насосах. Я вам сразу объясняю. Я же говорил, что там идет попутно холодная вода. Рядом с этой теплотрассой. Если мы сейчас там зимой этот дом 23-й будет мерзнуть, тогда автоматически. Ну хорошо, мы тогда проэкспериментируем, снимем этот насос, ладно. Но все равно надо что-то делать с этим домом. Или оборотку надо объединять, или еще что-то. Или гидравлику пересчитывать. Планируется, что предприятие Макинс-Жулу будет передано в доверительное управление Макинской птицефабрики. Новое руководство обещает провести проверку для устранения ранее возникших проблем. В первую очередь в доме номер 14 будут проведены внутренние тепловые сети. А что касается оплаты за тепло, то в этом месяце предоставляется льгота в 20%. Если тепло в домах также будет слабым, то необходимо будет написать соответствующее заявление, говорят специалисты предприятия. Мурсултан Ибраев, Бибинур Амирханкас, Дархан Саган, Жамбал Балтаев, Кокщи, Аппарат. Четыре года назад глобальные лидеры ООН приняли повестку устойчивого развития 2030. 17 целей, которые должны быть достигнуты во всем мире общими усилиями. Они одинаково важны для всех стран, богатых и развивающихся. Отсутствие нищеты и голода, сильная медицина и образование, чистая экология. Представители Центра стратегических разработок и устойчивого развития провели в Кокшотау семинар. В нем приняли участие представители акиматов, государственных органов, бизнеса и неправительственных организаций. Ликвидация нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, недорогая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация и инновации, борьба с изменением климата, гендерное равенство, мир и правосудие. Цель и устойчивого развития 17 задач 169. Если делать проекцию на нашу страну, несложно увидеть яркую аналогию с казахстанскими стратегическими документами. В настоящее время в Казахстане поведен этап национализации. Все индикаторы, задачи, они все изучены, все государственными органами осмотрены. И, соответственно, получается, сделано наложение на наши стратегические документы. Выявлено практически 80% того, что наши стратегические задачи совпадают с целями устойчивого развития. То есть охват практически полный. Но это не значит, что мы их реализовываем или достигаем. То есть мы уделяем им внимание, значит, какие-то мероприятия, какие-то задачи, они соприкасаются с целью устойчивого развития. В настоящее время, вот сейчас проходит этап, необходимо делать релокализацию, то есть выходить на регионы, на местный уровень, так как главный принцип цели устойчивого развития и никого не оставить в стороне. Каждый должен принять участие. Соответственно, здесь идет больше снизу вверх планирование. То есть нужно учитывать самые ограниченные круги населения. То есть это уязвимые группы, молодежь, безработные, то есть как бы инвалиды. Семинар проходил в формате деловой игры. Одно полотно, объединяющее взгляды на острые для региона проблемы. Фишки. Участники выбирают сначала актуальную для своей местности задачу, затем действия, меры, необходимые для ее решения и проблемы. С которыми возможно столкнуться. В нашем непосредственной регионе я бы отметила три важных составляющих устойчивого развития. Это, во-первых, экологическую безопасность. Вторая проблема, как мне кажется, это трудоустройство, то есть занятость нашего населения. Всем понятно, что если у человека есть работа, доходоприносящая, то, естественно, будет стабильность в семье, будет экономическое какое-то развитие. И в целом для региона, и для каждой семьи отдельно. Третья проблема, я так считаю, что для нас это на самом деле проблема, это здоровье нашего населения. Ежегодно у нас увеличивается число получивших инвалидность. Думаем, что мы, обладая отменным здоровьем, на самом деле, если пройти все скрининги, если себя обследовать, то, оказывается, у нас у всех серьезные сбои. Такие деловые игры на тему цели устойчивого развития проводятся во всех регионах Казахстана. Полученные данные будут собраны, обработаны и учтены в работе. Важно услышать мнение каждого, ведь главный принцип ЦУР никого не оставить в стороне. Асель Турар, Василий Вережников, Жахангер Мукамбетов, Кокши Ахпарат. Администрации президента Республики Казахстан совместно с Советом писателей Казахстана запущен масштабный региональный историко-литературно-краевический проект «Жер Шоктага Кокшетау». Проект направлен на популяризацию родного края через творчество писателей. Инициативная группа организаторов проекта прибыла в Кокшетау. Творческие группы из каждого региона республики организовали экспедиции согласно определенному плану. Они будут проводить исследовательскую работу и наряду с этим готовить художественные произведения. Прибывшие в рамках проекта представители писательского пола из разных регионов республики проанализируют ряд научных трудов. Хочу сказать, что данный проект был инициирован администрацией президента Республики Казахстан в рамках реализации программной статьи «Эльбасе» Рухани Жангару. Почему историко-литературное краеведение? И оно стартовало еще в прошлом году. Практика проведения таких проектов, историко-литературного краеведения, оно практиковалось и во времена СССР, и на Западе широко известно. И сейчас это тот проект, который уже всемирно пробированный проект, когда писатели разных регионов приезжают в ту или иную область и проводят научные, исследовательские, экспедиционные работы. Край Сенегория известен красотой своей природы, географический ландшафт здесь особенный. Отметим, что историко-литературное краеведение – это проект, который стартовал в Акмолинской области. Данный проект был инициирован администрацией президента Республики Казахстан в рамках реализации программной статьи «Эльбасе» Рухани Жангару. В его осуществлении привлечены широкая общественность совместно с Союзом писателей Республики Казахстан. Практика, когда писатели с разных регионов страны, проезжает в определенную область и проводит там научно-исследовательские, экспедиционные работы, знакомясь с краеведами, местными жителями, историками и другими людьми, любящими свой родной край. Имеет давнюю историю и успешно опробированную во всем мире. Развитие историко-литературного краеведения в Казахстане позволит вывести на новый уровень восприятие региона. Объективно раскрыть и культурологический потенциал создать произведения, отвечающие потребностям времени, которые можно будет рассматривать в качестве презентационных материалов о регионах. В дальнейшем они могут быть переведены на разные языки, способствовать привлечению туристов из-за рубежа, отмечают специалисты. Электронные варианты этих произведений переданы в фонды областного музея литературы и искусства. В рамках республиканской акции «Ельтрега» в регионе состоялись торжественные проводы призывников. В нем принял участие Центральный ансамбль Министерства обороны Республики Казахстан. Более четверти века Центральный ансамбль Министерства обороны Республики Казахстан занимает особое место в культурной жизни страны, играет важную роль в военно-культурном образовании. В состав ансамбля входит эстрадно-симфонический оркестр, фольклорно-этнографический ансамбль, танцевальная группа и солисты. Данные мероприятия проводятся в рамках предательства военно-патриотической работы, патриотизма, а также повышения престижа воинской службы в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан. Ежегодно во исполнении указа президента о призыве граждан на срочную воинскую службу Сакмонской области ежегодно призывается порядка более полторы тысячи призывников. Сегодня Ахтелек Сарсенбайула забирает на воинскую службу. Хочу пожелать ему удачи, и, конечно, всем призывникам достойно служить своей родине. В рамках республиканской акции Ель Трега около 40 призывников отправятся служить вооруженной силой. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом. Стоит отметить, в составе центрального ансамбля работают заслуженные деятели страны, лауреаты республиканских и международных фестивалей. Зарина Дюсикеева, Игуль Марзакулова, Болжан Смогулов, Шохан Таукиев, Кокщиак Парад. В Бурабайском районе состоялся осенний фестиваль «Алтенфест Бурабай». В мероприятии приняли участие представители туристской отрасли, а также садоводы и ремесленники. На ярмарке горожанам были предложены овощи, фрукты, мед, грибы и другие дары осени. Осенняя ярмарка с раннего утра привлекает множество людей. В палатках представлены как продукты питания, так и рукоделия. Мастера и ремесленники, работающие с природными материалами, удивили гостей своей уникальной продукцией. «Мы искренне рады приветствовать вас, участников, всех участников гостей, участников фестиваля, а также гостей. Сегодня на фестивале принимают участие загадовители Бурабайского района, Буландинского, Сан-Доктауского, а также представители Северо-Казахстанской области, Карагандинской и Кустанайской. На данном фестивале будут проходить сегодня различные конкурсы, поэтому всех гостей попрошу принять активное участие. Также хотелось бы сказать, что данный фестиваль «Алтенфес Бурабай» мы будем проводить ежегодно, увеличивать его масштабы». Бурабайская ярмарка традиционно проводится каждый год. Число желающих принять участие в ярмарке постоянно увеличивается. Причина в том, что у участников есть возможность обменяться опытом, поделиться мнениями. В этом году, весной, я получила по государственной программе «Бизнес Бастау Грант» и купила сушильные аппараты. И открыла ИП, фруктовые чипсы и пастила. Все приготовленное из натуральных продуктов, полезное, потому что в них нету добавок, нету ГМО, нет красителей. Поэтому они полезны и взрослым, и детям. Среди гостей фестиваля туроператоры из Караганды, Костана, Мангистау, Павладара, Северного Казахстана, Нурсултана, Алматы и Кокшитау. Помимо фестиваля, они приняли участие в инфотуре, а также во встрече B2B для продвижения отдыха в предстоящий зимний период и межсезонье. В результате Туристский информационный центр визита к МОЛА подписал меморандум с туроператорами из других регионов. Анель Бесинбаева и Жан Актаева Дархан Сахын Жахангер Мукамбетов Кокши Акпарат В Степногорске прошел традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти легендарного Бугинбая Батыра. Юные спортсмены продемонстрировали все свое мастерство перед местными болельщиками. Соревнование по дзюдо среди юниоров в Степногорске считается лестницей ведущих большой спорт. Основной целью спортивного мероприятия является популяризация дзюдо среди молодежи. 15 лет назад мы организовали первый турнир памяти Бугинбая Батыра. Цель соревнований популяризация дзюдо в Акмолинской области. Тем более, в Степногорске работает спортивный интернат имени Бугинбая Батыра. Юные спортсмены первые шаги начинают именно с этих соревнований. Например, призеры Олимпийских игр Вильдос Меток и другие именитые спортсмены боролись на Степногорском татаме. Данный турнир является отличным трамплином большой спорт для юных дзюдоистов. Местные болельщики смогли убедиться в быстроте и мастерстве спортсмена. Потомки Бугинбая Батыры постоянно добиваются высоких спортивных результатов. Мы привезли из элемента своих спортсменов. Мы очень подготовились к турниру. Я победил в первом этапе и перешел на следующий. Стоит отметить, что призерами соревнований стали ученики школы-интерната для одаренных в спорте детей имени Бугинбая Батыра. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости и оставайтесь в курсе событий. С вами была Жамал Гавдулина. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин